доброго времени суток уважаемые любители шахмат мы на сайте ческом и вот решая тактику не под запись я достиг уровня 2 800 и сегодня попробую зафиксировать этот результат и не опуститься ниже поехали так и первая позиция очень интересная энд шпильного типа такие как раз я люблю в чем здесь идея пешка рвется в ферзи нужно попробовать здесь выиграть конечно можно поставить своего ферзя но тогда будет один ферзь шах и вот здесь уже возникают вопросы вопросы такого плана после отхода короля мы можем победить на f3 там выигрыша совершенно никакого нет поэтому можно попробовать сыграть конь d4 этот ход бросается в глаза но опять же на конь d4 a1 ферзь и вилки к сожалению нет так как конь свято вот такие дела поэтому приходит в голову ход сначала слон f6 чтобы пойти ef ну а дальше уже конь d4 красиво то есть если поставить ферзя то конь c2 и это вилка видите пешка на f6 ну а если на ход конь d4 побить королем то мы ставим ферзя и на а1 ферзь ферзь бьет f6 и сквозной шаг выигрывается ферзь на а1 поэтому вариант таков слон f6 ef конь d4 король d4 d8 ферзь а1 ферзь ферзь бьет f6 король отходит ферзь бьет а1 думаю что это как раз то что нам нужно и так дальше ход конь е1 в принципе ничего не дает потому что я могу сыграть король d2 поэтому обязательно конь d4 ставим ферзя и победа идем дальше и снова очень похожая позиция на предыдущий снова слон конь борется против будущего ферзя и снова нужно выиграть так уже наверное какие-то матовые мотивы как неудобно стоят фигуры белых у них своего ферзя уже нет поэтому нужно надеяться на мат ну что можно конечно сыграть конь d3 можно попробовать сыграть слон c8 может быть еще какой-то другой вариант по типу конь е6 конь c7 давайте сначала посмотрим солнце восемь солнце восемь шах король b5 в этом случае у нас есть такой ход как конь е2 тут вилка d1 ферзь конь c3 а если бить на b4 после конь е2 то уже возникает вопрос что делать дальше мы можем конечно поведеть на c3 но король c3 здесь ничего нет поэтому слон c8 солнце восемь не знаю как-то мне не нравится вот солнце восемь тем более что после солнца восемь нужно король b6 пойти тоже непонятно как это все держать поэтому пробуем другой ход может быть вот конь даши то есть не конь до 6 а конь е6 конь е6 d1 ферзь смотрим здесь конь я хотел пойти конь c7 да ну в принципе тут ничего нет конь c5 тоже не похоже конь c5 забрал и все поэтому и конь е6 тоже мне не нравится какой же ход нужно сделать может быть конь е2 d1 ферзь и здесь какая-то доминация доминация матовую идею нужно придумать как же там создать матовую сеть что куда поставить чтобы был мат непонятно конь d3 поставил ферзя и что формально конечно можно отнять одно поле ходом д5 то есть мы отняли поле на на b6 да ну давайте посмотрим если пешка например не бьет потом посмотрим что будет если берет пешка если пешка не бьет а мы ставим ферзя а кстати уже после хода конь d5 грозит в 4 или же конь бьет c3 а конь сильный и пешка никуда не проходит поэтому конь d5 d1 ферзь мы ставим шах на c8 дальше король b5 и конь c3 вилка вот то есть а в чем разница в чем разница дело в том что находку не 2 то нет этого да а вот находку нд5 есть но чтобы ты себе пешка самый интересный момент убьет пешка шах тогда если отойти на е3 с идеей какой-то может пата то оставим ферзя ничего нет так может быть король d4 поставил ферзя шах король цветы тоже ничего значит мы бьем надо 5 до то есть конь d5 cd король d5 и мы ставим ферзя шах ну и тут по законам красоты чтобы должно быть типа король c6 да ну и по по-видимому так и получается то есть король бьет король c6 выходим и здесь угроза слон c8 ферзь на d1 остался в дураках то есть получается на f3 взять нельзя шахов вообще нет нормальных кстати черные не в поте да то есть там пешка есть на d5 лету даже по то не получится поэтому конь d5 да ну конечно искусственно составленная позиция но тем не менее красивая прошел сюда ну и мат да вот такая позиция идем дальше вот такое вот дебютное можно сказать положение и здесь видимо нужно поставить мат или же выиграть ферзя потому что уже одну фигуру белые отдали так но какие ходы бросаются в глаза такой ход как слон b5 наверное слон b5 хотя есть ферзи 7 дам ферзи 7 ферзи 7 слон b5 так защитили слоном взяли взяли нет это не то слон b5 видимо то хотя наверное да ну не нужно давать рокироваться если черные просто рокируют то это то это все не то таки у черных тоже пешек много поровну пишет поэтому мы даем шаг на b5 что дальше конем закрываться на d7 нельзя потому что ферзи 7 слоном тоже нельзя закрываться да и ферзи он тоже нельзя закрываться потому что тоже будет не взять и ферзя ферзи 7 и мат поэтому единственный ход здесь это король f8 ну и что дальше что дальше так ну хочется как-то ладья d8 там ферзи 8 какие-то маты но это пока что всего лишь мираж да так а может быть ладья d7 вот такой ход интересный ну сразу не проходит ладья d8 ферзь бьет и 8 если ладей ферзи 7 то ферзи 7 ладья d7 король е7 тоже ничего нет поэтому слон b5 король f8 и мы играем ладья d7 или может быть слон d7 нет ладья d7 как-то более такой четкий ход и плюс чем в том что ферзь c5 нет хода чтобы защитить коня но там смысла нет защищать уже три нападения а если бить тут слоном на d7 то мы бьем на е7 раз дальше король отходит на g8 ну и вот в этой позиции уже уже непонятно да потому что король хочет скрыться на h7 можно конечно пробить надо 7 но ферзь d7 ради чего это все было то есть слон b5 король f8 хотим слон d7 если мы бьем слоном то тогда ферзь е7 король g8 так снова непонятно да слон d5 король f8 слон d7 слон b5 король f8 это может быть отвлечение подождите наверное какое-то отвлечение плоть до может быть может быть как-то ферзь c4 да может быть ферзь c4 почему потому что мы хотим поставить шаг на d8 а потом дальше такой не 8 победила дюй то есть слон b5 король f8 и дальше вот какой-то хитрый ход может ферзь е5 может быть даже какой-то ход конем то есть конец и 5 но мне кажется более какой-то плотный ход типа ферзь c4 ферзь c4 мы напали на ферзя и нужно отходить защищать поле d8 да то есть ферзь b6 ну и тут какой-то ударчик какой-то ударчик хотя наверное больше ферзи 5 потому что слон b5 король f8 ферзи 5 если ферзь b6 то мы просто объем на е8 на е7 так король же 8 ну и там наверно как-то добавим же фигуру отыграли но я думаю слон b5 ходить надо пробуем да и вот в этой позиции или ферзи 5 или какой-то другой ход на ферзи 5 нравится потому что ферзи 5 ладья d8 и там мат она а если ферзь b6 то тогда мы бьем на е7 король же 8 ладья d8 король h7 ну и может быть даже просто слон d3 тут все срастается потому что она же 6 мы просто объем на f7 и томат да ну все красиво вроде бы ферзи 5 нужно играть еще защита есть защиты нет попросту пробуем ферзи 5 да ну и теперь мы объем на е7 дальше король же 8 может быть здесь какой-то более сильный ход есть чем физически тоже у глаза не бросается тоже глаза не бросается или же какое-то отвлечение конечно ладья d6 сыграть но король то ферзь c7 да ну ферзь е7 король же 8 зачем мудрить снова у нас шаг на d8 король отошел шаг на d3 и на g6 мат на f7 да теперь ладья d8 да ну и понятно то есть король h7 слон d3 g6 и ферзи все так а эту позицию я помню это ход ладья d4 это я просто запомнил да такая тактика только тут позицию я уже не помню так как ее не было как же мы тут играем на тут снова снова какие-то тактические моменты связанные с матом по 8 горизонтали какой же тут может быть ход так ну давайте думать словно d5 атакован дважды но и защищен тоже дважды черных слаба восьмая горизонталь ладья на е4 немножечко в подвисшем состоянии находится причем слаб еще пункт g7 поэтому какие-то ходы типа ферзи 5 тоже могут иметь место в этой позиции так ну что же можно придумать давайте прямой вариант какой-то по типу слон d5 ферзь d5 так ферзи в 7 ферзи в 8 нет хода можно конечно попробовать здесь играть просто ладья d1 вот она гейка слон d5 ферзь d5 ладья d1 теперь если бить на d1 то проходит ах не проходит связано же ладья на f1 не проходит я хотел ферзи в 7 и ферзи 8 молоди это связано взяли взяли если сыграть ладья d1 то это совсем плохо да получается мы бьем на d1 бьем на d1 и тут идей нет ферзи в 7 король отошел а так мат же на g7 нет нет все получается смотрите слон d5 ферзь d5 ладья d1 ферзь d1 шах на f7 и на король h8 не ферзи в 8 зевок а ферзь g7 или хотя бы даже слон g7 и это будет мат поэтому на взятие на d5 и ладья d1 черные не имеют права бить ладью а на что они имеют право они имеют право на отход ферзиом но тогда теряется ладья на d8 разве что только если черные не отойдут на a8 защищая ладью тогда мы можем похитрить ну а как ферзи в 7 и взятие на g7 вот она проблема да самое главное оказывается не незащищенность 8 горизонтали а незащищенность ладьни на d8 плюс пункт g7 вкупе с пунктом f7 то есть слон d5 но после слон d5 брать вроде бы как нужно да все-таки это шах если просто отойти то мы бьем на е4 ферзь d5 ладья cd1 да но главный вариант я не осветил если я просто бью на f5 то тогда ладья d8 ну и после этих всех всевозможных перекрытий мы просто все фигуры забираем ладья е8 ферзь f8 дальше бьем на f8 это мат да но уговариваю себя на ход слон d5 и видимо все-таки уговорю потому что не видно как-то черные могут защититься конечно есть ход конь d3 какой-то но на конь d3 мы бьем на d3 на взятие на d3 мы ставим мат ферзь f7 и fg7 ну давайте попробуем правда есть ход ладья d1 сразу но тут наверное какой-то подвох да на ладья d1 сразу наверное какой-то подвох какой же здесь подвох непонятно ладно бьем ну и ладья cd1 да ну тут все просто забрали забрали а теперь на чспс посмотрим а какой же здесь подвох на ход ладья cd1 да в принципе не стоило даже открывать час бейс подвох здесь очень простой то есть на ладья cd1 мы просто бьем слона на c4 остаемся с лишней фигурой здесь ничего не проходит пункт на f7 надежно защищен сначала слоном а теперь уже и ферзем видите не получается ферзи всеми так далее ну так тоже бывает проверим мы это и теперь снова повторим так и вот так теперь вот найдем дальше и это оказывается все на сегодня вот такая сегодня тактика существенно улучшил свой рейтинг такое бывает спасибо за внимание до свидания